харе кришна всем кто любит аккумуляторные батареи что делать ну либо что обычно делает если вдруг аккумулятор зимою замерз ну вот такая вот трагедия случилась новый год снег идет снеговики дед мороз пьяный ехать надо аккумулятор не заводит машину замерз что делает берут кабеля берут соседа соседский аккумулятор соседскую машину прикурились и поехали либо заряжается вернее запускается отпускового устройства и на этом все заканчивается но как вы понимаете на этом канале не все так просто тем более прикуриваться тоже не все умеют прикуривание не такое простое дело как кажется можно загубить аккумулятор либо свой либо соседский сегодня будет немножко другой метод как запустить холодный аккумулятор и я вам расскажу об этом методе сегодня сегодня как раз вот такая погода и тот случай когда можно об этом рассказывать потому что холодно у нас стало аккумулятор у меня работает на пониженной плотности как я рассказывал 1.26 у меня плотность пониженная давайте посмотрим какое напряжение на клеммах 12.14 это должно быть 12.6 но это не потому что аккумулятор разряжен а это потому что он у нас подмерз плотность низкая то есть пониженная тут трах бах мороз и машина стояла ну наверное дней четыре и потихонечку аккумулятор у нас же разряжается на машину на приборку а эта машина напичкана всякой электроникой поэтому тут сама разряд на электронику автомобиля то есть на утечку только довольно таки ощутимые надо будет когда-то померить какая там утечка даже сам не знаю сколько тут утекает так вот что получилось аккумулятор то заряженный может быть не на сто процентов но на 80 точно заряженный и так как у нас случился мороз холод то у нас получилось прослойка воды на аккумуляторных пластинах потому что электрика с клемм убегает электронные системы тянут все таки разряжает потихонечку аккумулятор а так как у нас мороз подвижность электролита минимальная он двигается плохо потому что он на пониженной плотности почему высокую плотность на зиму ставить чтобы электролит имел подвижность это единственная причина а так как у меня плотность 126 то есть пониженная кто у меня электролит потерял в подвижности и немножко подмерз и плохо плавает в баночках то есть загуст раз он загуст и на морозе неизбежно появляется прослойка водички на пластинах и в результате падает напряжение на клеммах так возьмем наш чудо прибор померяем внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи что он нам скажет вот эти показания таких приборов очень сильно зависят от температуры поэтому не очень им верю кто может и хочет посмотреть в прошлом видео насколько мы восстанавливали эту батарею после обслуживания перед зимой там было не меньше 77 процентов жизни что он нам покажет сейчас так это что мне сейчас идет это у меня идет тест на старт ну на этом приборе он довольно долгий идет давайте посмотрим какой будет уже результат подходит тест концу показывать 12 вольт на клеммах напряжение при старте не просядет ниже чем 9 и 6 вольт значит эта батарея будет прекрасно заводить стартер слово перфект моргает ну принципе она и заводит никаких проблем но мы же хотим внутреннее сопротивление дайте нам внутреннее сопротивление внутреннее сопротивление показывает 6 и 7 миллион дай бог каждому аккумулятору такого сопротивления конечно чудесные показывает степень заряда 47 процентов моргает бед то есть низкий уровень заряда ну понятное дело я уже объяснял почему на клеммах низкое напряжение так дальше идем 120 вольт показывать немножко ниже чем тестер тестер показывать более правильно 53 процента жизни показывает опять же в который раз говорю не сильно верьте этим прибором их показания очень сильно зависят от температуры потому что прошлое видео показывал что жизнь этого аккумулятора было не ниже 77 процентов а сейчас холодно показывает 53 но это неправда он гораздо более живой так и самое интересное сколько пусковых токов 383 ампера а по паспорту 720 ну надо запомнить 383 ну а теперь давайте я вам расскажу как ваш аккумулятор запустить если он замерз в этом ничего сложного нету и вам не надо будет не сосед с аккумулятором и кабеля стартерные и не надо будет пускозарядное устройство не бустера ничего вам надо только розетка и ваша любимая зарядная устройство ставим его подключаем его ставим напряжение допустим 14 и 4 как в генератора так надо еще поставить ток для этого крокодильчики вместе давайте поставим ему 6 ампер зарядного тока 10 процентов от емкости так как он уже изношен поставим 6 ампер вот так вот достаточно и подключаем нож аккумулятор на зарядку минус к минусу плюс к плюсу подключили смотрим какие там у нас показания побежали 4 ампера падает 1447 вольт то есть аккумулятор холодный заряда не берет как видно амперы падают очень быстро и засекаем время времени у нас 1251 засекаем 2-3 минуты вот эти две-три минуты на для того чтобы нагреть пластины вашего аккумулятора и на самом деле две-три минуты вот такого вот заряда вполне хватит для того чтобы у вас прогрелся аккумулятор его мне надо были не какие соседи аккумуляторы доноры стартерные кабеля пусковые устройства таким простеньким способом можно запустить ваш замерзший аккумулятор утром надо иметь только розетку и зарядное устройство потому что когда вы запускаете кабелями даете большие токи на клемме то это повреждает ваш аккумулятор ну то есть ничего хорошего от этого нет потому что возникает большие магнитные поля чем больше магнитные поля то есть чем больше ток тем больше магнитные поля тем больше обсыпания активной массой пластин так сколько у нас времени 53 минуты мы еще минутку подождем и посмотрим какой имеем результат вот видно у нас уже аккумулятор немножко прогрелся 2 ампера уже ток он берет еще немножко падает в общем то можно ориентироваться даже не по времени а по зарядному устройству как только ток перестанет падать то есть аккумулятор начнет брать заряд значит он уже прогрелся 54 минуты значит три минуты мы заряжали таким способом наш аккумулятор смотрим на ток 1650 немножко еще падает аккумулятор еще заряд не берет так как надо еще не прогрелся ну допустим хватит давайте посмотрим что нам скажет наш чудо прибор насколько аккумулятор прогрелся запускаем тест на внутреннее сопротивление он тут уже нам начинает показывать чудеса о том что аккумулятор на сто процентов заряжен ну мы же заряжали от зарядного напряжение на клеммах поднялось этот прибор степень заряда определяет по напряжению на клеммах но понятное дело что за три минуты ничего мы зарядить не могли потому что аккумулятор еще даже и заряд не принимал недостаточно прогрелся но наш прибор показывать сто процентов заряжен не сильно верьте этим прибором показывал 13 и 2 вольта так и уже показывать 600 почему 600 464 ампера а перед этим показал 383 вот буквально заряд три минуты и пусковые токи сразу мгновенно увеличились значит ждем 10 минут отключаем этот прибор для того чтобы у нас упало напряжение на клеммах потому что мы мерили сразу после зарядки пусть поставить немножко аккумулятор напряжение на клеммах упадет и сделаем этот тест еще раз посмотрим сколько он ампер будет отдавать чтобы убрать этот эффект остаточного напряжения на клеммах чтобы убедиться что аккумулятор за такое время за три минутки прогрелся ждем 10 минут повторяем 10 минут 10 минут прошло давайте померим какое напряжение на клеммах тестером напряжение 1256 а теперь подключим наш чудо прибор который меряет внутреннее сопротивление и посмотрим что он нам скажет провода на морозе задубили нафиг неудобно подключать так по моему и туда плюс подключаем приборчик смотрим что он нам расскажет 1311 где наше внутреннее сопротивление 720 ампер все как есть запускаем тест показал какую-то ошибку пробуем еще раз потому что слетела минусовая клемма плохо надел смотрим уже 87 процентов заряда показывает напряжение поднялось 59 процентов жизни 124 вольта 430 ампер пускового тока а когда мы только первый раз смотрели было 383 ну и что по итогу как видим пусковой ток увеличился заряжали мы его всего-навсего три минуты и видим что пусковой ток стал больше так вот в по своей практике рассказываю когда у вас вот такие вот дела аккумулятор плохо крутит стартер достаточно поставить его на заряд на несколько минут он подогревает пластины и тогда стартер нормально запускает двигатель не надо вам никаких соседей их аккумуляторов и пусковых проводов все что надо это зарядное устройство подписка на этот канал и пару минут времени это я вам показывал за три минуты а его можно поставить и на 10 и на 15 минут за 10-15 минут вообще разогреется исключительно хорошо но я исходил из того что вам надо срочно ехать на работу некогда стоять там 10 минут возле него так вот достаточно несколько минут так вот если у вас подмерз аккумулятор можете попробовать вот такой вот способ потому что есть способ разогревания аккумулятора путем включения дальнего света фар но когда-то я видел об этом снимал до эффект есть но очень минимальный если у вас аккумулятор уже подсажен то то что вы включили дальний свет фар только еще больше его высадит и сделаете не только лучше а еще и хуже то есть дальним светом фар можно пользоваться таким методом только если аккумулятор точно знаете что заряжен а если вы в гараже есть у вас зарядное устройство самое простенькое даже хоть какое-нибудь то никаких дальних светов фар вот так вот подключайте на несколько минут сразу повышаете пусковые токи и без проблем заводитесь вот такая вот хитрость но сегодня было такое видео ставим лайк кому понравилось кому не понравился но ставим лайк потому что я очень жален и пишем комментариях кто что думает по этому чудному поводу